Почему россияне не хотят коалиции социалистов с демократами? Ну, потому что, как говорят там, кредит доверия к Плохотнику давно исчерпан, и с ним не хотят говорить. Вы же помните, у него было очень много поездок туда, очень много людей он принимал в Молдавии. Ну, смотрите, господин Садов, здесь это очень странно выглядит, очень коротко, пожалуйста. Здесь это странно выглядит. Давайте вспомним последние действия молдавских властей уже с тех пор, как официальная демпартия была у власти. Рогозин был объявлен персоной Новграды, шестеро сотрудников российского посольства были высланы из Молдовы. Ну, куча-куча разных проблем. В принципе, Россия особо не реагировала на это, кроме Захаровой Марии, которая выходила и там что-то говорила, бла-бла-бла. Я прошу прощения, как бы не... Просто что-то говорила, это особого значения не имело. То есть, какой-то резкой реакции со стороны России не было. И тут вдруг за два дня до молдавских выборов парламентских возбуждается уголовное дело против гражданина России Влада Плохотнюка и гражданина России Вячеслава Платонова. Чего вдруг? И это уже второе уголовное дело. Прежде было объявлено... Гдадон, кстати, просит. Гдадон просит сейчас и в это уголовное дело меня засунуть. Там просто не могут разобраться уже, куда меня сувать. Давайте без деталей, почему россияне вдруг взвылись на Плохотнюка. Послушайте, еще раз. Значит, Гдадону просто передали привет. Гдадон обманул русских в одном. Он же то же самое, что говорил на всех каналах у вас, ну у нас дома. То же самое говорил в Москве, что мы наберем большинство чуть ли не конституционного. Вы что не помните, что он пошел и на смешанную систему, потому что от этого больше всего выигрывает партия социалистов. Гдадон же рассказывал, что у него будет большинство. Понимаете? Чем закончилось большинство Дадона и его смешанная система, реализованная с Плохотняком, все увидели. Русские были уверены, верили в байки Дадона про большинство. Все эти опросы, которые показывали, социалисты набирают там 54, при пересчете 60. Вы же все видели, что Дадон, и в вашей студии многие эксперты, да, есть огромная вероятность, что Дадон наберет сам большинство. Господи, у нас мало времени, поэтому, хорошо, давайте к сути. Понятно, Дадон всем обещал, не получилось, и что? Причем здесь уголовные дела на Влада Плохотнюка? Послушайте, для того, чтобы, то есть, отсекли любую возможность для того, чтобы он с ним сварил там какую-то куматрию. Вот и все. А может получиться так, что, к примеру, у Игоря Дадона удастся убедить россиян, я сейчас не говорю про Молдаван, потому что, знаете, когда ты имеешь 85% СМИ, в принципе, можно убедить в чем угодно. Если они, к примеру, поедут в Россию, или Игорь Дадон поедет в Россию и расскажет о том, что, знаете, все опросы показывают, что досрочные выборы не поменяют ситуацию, что на самом деле похоже на правду. Поэтому нет смысла опять идти на выборы. Вот сейчас мы выходим с предложением создать правительство национального спасения, пусть оно будет технократическим, официально в нем не будут участвовать демократы, Министерство обороны идет к нам. Короче, Наталья, никто не разрешил. Удастся вот в этом убедить русских? Ну как он в этом убеждал их весь прошлый год? Он убеждал их в этом, что без Плохотнюка ничего не получится, надо только там прибить Усатого, потому что там заберет у социалистов какое-то количество мандатов и так далее. Нет, от русских он никакой мандат не получит. Понимаете, у Дадона самая страшная ситуация. Пока сейчас они все под иммунитетом, я имею в виду в том числе депутаты его фракции, да? Как только Плохотнюк убедится, вы поймите, Дадон вырос на русских фотосессиях политически, но хозяином 10 лет у Дадона был Влад Плохотнюк. И сегодня, не идя с ним в коалицию, Дадон Плохотнюка кидает и кидает очень жестко. И как только будут объявлены досрочные парламентские выборы, в тюрьму попадут половину социалистов и ближайшее окружение Дадона, то есть Плохотнюк это не просит, он их размажет, потому что и по джентльменски, и политически Дадон его кинул. Вы все-таки лучше многих других молдавских политиков разбираетесь в том, как русские вообще относятся к Молдове, как они с ней работают, а тем более с пророссийскими политиками. Тот факт, что в Москву отдельно ездил Игорь Дадон, но при этом Москва отдельно пригласила всю фракцию, без исключения партии социалистов, без Игоря Дадона, о чем говорит? О том, что нет доверия к Дадону, и ребят позвали на профилактику, чтобы случайно кто-то не заблудился где-то в Нобеле, в GBC или так далее. И Дадону четко сказали, перестань трогать фракцию и говорите им, что делать, есть кому с ними разговаривать, поэтому и Дадон туда особо не лезет. И для Дадона это тоже проблема. Наталья, нас ждут досрочные выборы, послушайте. Вы говорите, что нас ждут досрочные выборы, давайте ваш прогноз политический в результате досрочных выборов. Значит, в случае досрочных выборов Плохотнюк наберет примерно столько же, сколько имеет. Значит, Шор наберет чуть меньше, Акум чуть-чуть упадет, потому что если у Дадона там свои зехеры с Плохотнюком, то Акум, то они реально ведут себя как сектанты, ну большая часть из них, постоянные истерики какие-то там. То есть Дадон, да, тянет резину по заданию Влада, ну чтобы, ну скажем так, у Влада было еще какое-то время собрать какое-нибудь ночное большинство. Это не получается, европейцы говорят, что не признают там в этих коалицию там перебежчиков и так далее, и так далее. То есть он вынужден будет идти на выборы. Дадон наберет на выборах где-то процентов, не процентов, мандатов максимум, запомните эту цифру, наберет где-то 20-22, потому что я понял свою ошибку. Значит, люди четко мне дали понять, что если я не приеду в Молдавию, ну не хотят они голосовать за представителей нашей партии. Все хотят усатого дома. Для того, чтобы наша партия набрала минимум 15 мандатов, мне придется приехать и сесть за какое-то время до выборов, потому что по-другому как бы, ну люди хотят меня видеть дома, ну то есть, скажем так, я думаю о том, чтобы доверить свою судьбу гражданам Молдовы.